27 сентября в России отмечают День воспитателей и всех дошкольных работников. Этому празднику уже 14 лет. Он был учрежден по инициативе ряда российских периодических изданий и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и, конечно, родителями. Идея праздника – обратить внимание общества на детские сады, на дошкольное детство в целом. Отмечу, что пока праздник официально не учрежден. Вот, смотрите, правильно сделали мы. Наталья Романовская, педагог-психолог детского сада «Ромашка», трудится здесь уже 12 лет. Работу свою любит и верит – воспитывать достойных членов общества. Задача непростая и очень ответственная. Здесь важна правильная организация досуга. Именно поэтому Наталья совместно с коллективом организовала прямо в детском саду настоящую мультипликационную студию. Наша студия возникла два года назад. Идея возникла следующим образом. Мы посчитали, что у нас дети смотрят мультики не всегда правильные, не всегда нужные. Мы решили, что мы тоже можем снимать мультфильмы, такие, которые несут добрые и вечные. Создание таких мультиков проходит несколько этапов. Сначала воспитатели вместе с детьми выбирают тему. Потом создают декорации и лепят из пластилина героев. Сегодня, например, в студии «Калейдоскоп» кипит работа над созданием мультфильма «Пожар в лесу». Вот это у нас будет туловище. Делай голову. Следующий этап самый ответственный. Дети медленно двигают пластилиновых героев в нарисованных декорациях. Каждое такое передвижение фиксирует фотоаппарат. Разожгли в лесу костер. Кто у нас в кадре должен сначала появиться? Лиса. Лиса и волк. Да. Опа. Так. Ещё чуть-чуть двигаем. Нажимай. Таким образом, кадр за кадром, движение за движением проигрывается весь сюжет. Сейчас дети уже понимают этот процесс. Но во время создания первого мультфильма для них это был, что называется, «Тёмный лес». То есть для них было очень удивительно, что фигурки действительно двигаются. То есть герои ходят в кадре, машинки ездят. То есть для них это было удивительно. Сейчас все звери кто куда. К нам пришла беда, беда. Загорелся старый лес. Тут вот пламя до небес. В студии «Калейдоскоп» за время её существования снято уже два мультфильма. Каждый вызвал неподдельный восторг у родителей и, конечно, у главных создателей и зрителей – самих детей. Я передвигаю фигурки, а Паша фотографирую. Мне нравится лепить, и мы ещё сделаем много мультиков. Следующий мультфильм студия «Калейдоскоп» планирует снять по мотивам русских народных сказок. Идём! Чипа-мосток! Творчеством позанимались, теперь можно и подвигаться. Ведь ни для кого не секрет, что разностороннее развитие ребёнка – залог правильного формирования его личности. Занятия физкультурой в детском саду «Ромашка» проходят регулярно и весело. Идушак! Ими, я стою здесь. Кристина Соловьёва пришла на работу в детский сад «Ромашка» после рождения третьего ребёнка. Всю жизнь она посвятила спорту и семье. А теперь делится своей любовью и энергией ещё и с другими детьми. Вот уже третий год. Здоровые дети сегодня – здоровое общество завтра. А здоровье – ведь это не черта характера, а совокупность физических и моральных качеств. Быть воспитателем или другим работником дошкольного учреждения – огромный труд. Ведь именно эти люди и закладывают в юные головы жизненно важные постулаты. И стараются сделать из детей достойных взрослых. И когда видишь вот таких людей, преданных своему делу, становится спокойно. Наше будущее в надёжных руках. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.